Стратегия социально-экономического развития – один из важнейших документов для каждого города. В 2013 году Самара стала одним из первых городов России, внедривших принципы стратегического планирования. Тогда была принята стратегия комплексного развития города до 2025 года. Разработка велась по инициативе городских властей, к ней привлекались представители профессионального сообщества и жители областного центра. Все пожелания и мнения были учтены, стратегия оказалась успешной. Но за прошедшие годы на федеральном и региональном уровнях приняли целый ряд важных решений. В первую очередь они коснулись реализации национальных проектов, которые должны были найти свое отражение в обновленной стратегии развития города. Актуализированный документ глава Самары Елена Лапушкина представляет на встречах с жителями. Таким образом, мы с вами имеем актуализированную стратегию социально-экономического развития города, которая, я убеждена, при ее реализации, конечно, позволит достичь городу высоких результатов. И, безусловно, для наших жителей создать благоприятные условия. В свою очередь, жители города могут внести свои предложения по реализации отдельных пунктов актуализированной стратегии Самары. На встрече в администрации Октябрьского района прозвучал вопрос, связанный с развитием территории бывшего завода имени Масленникова. Подскажите, пожалуйста, вот в стратегии социально-экономического развития планируется, ну, сейчас застройка бывшего завода ЗИМ. И какие объекты, инфраструктуры там социальные, может быть, планируются? Это будет, наверное, одно из самых красивых застроек в Самаре, современных застроек. И, конечно, концепция развития этой территории особой пристальной внимания. И как будет с Волги смотреться, какое внутреннее наполнение. Те проекты, которые обсуждали, смею вас заверить, это действительно очень красиво и очень продумано. Есть и детские сады, есть и школы. Житель 16-го дома по пятой просеке Екатерина Мех выразила радость по поводу появления 26-й школы в микрорайоне, а также будущего строительства новой дороги, которая будет иметь важное значение для жителей. Один из важнейших вопросов для нашего микрорайона – это дороги, это развязки, так как мы находимся близко к Волге, достаточно камерно, и нам, большому микрорайону, нужно разъезжаться утром в час пик. И очень важнейшая стратегия, которую сейчас губернаторно озвучил, – это строительство новой дороги, которая будет проследоваться от 22-го портъезда, от улицы Солнечной до Московского шоссе. Мы очень рады, мы поддержим. Конечно, мы хотели бы участвовать в данном проекте, это именно благоустройство, что будет возле дорог, какое количество будет пешеходных переходов, как они будут сделать, потому что мы хотели бы участвовать, да. Глава города уверила, что решение жителей о том, что именно должно располагаться вдоль новой дороги, будет иметь решающее значение. Как учитываются и мнения других жителей, которые принимают активное участие в жизни и развитии города, и благодаря которым в Самаре появляются новые комфортные пространства. На встрече затронули также вопрос строительства пятой очереди набережной, расширения возможностей проекта «Пушкинская карта» и восстановления благоустройства сквера «Мира» на Московском шоссе после крупной перекладки. Не обошли вниманием и экологические темы – очищение Волги и реконструкцию ГОКС. Приоритетные задачи новой редакции стратегии развития Самары до 2025 года – повышение уровня и качества жизни населения, развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, физической культуры и спорта, повышение инвестиционной привлекательности, развитие креативных индустрий. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.